Молебен перед областной научной библиотекой, организованные колонны школьников со всей Мурманской области и торжественный митинг на площади первоучителей у памятника Кириллу и Мефодию. В Мурманске отметили День славянской письменности и культуры, религиозный праздник, который со временем стал общегосударственным и светским, но церковных корней не утратил Денис Прокопенко с места событий. Общегосударственным День славянской письменности стал в 1991 году. Тогда Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении этого праздника. Тем не менее, полностью светским День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия так и не стал. Наравне с вполне мирскими митингами совершаются в этот день и молебны. В Мурманске школьников на церковной части праздника не было, что священнослужителей немного уязвило. По поводу такого пренебрежения духовным воспитанием отец Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на Водах, не забыл упомянуть в проповеди. В чем смущение? Чем мы можем потревожить наших школьников, детей? Потому что смысл праздника – это священное писание, это чтение священного писания на церковно-славянском языке. Сейчас мы уйдем, здесь будут частушки, тут будут, это уже народный фольклор. Кирилл и Мефодий, ну, конечно, тоже дело хорошее, если эти частушки приличны, это наша народная, но не для этого пришли Кирилл и Мефодий в наши славянские земли. Молебен завершился под веселый перезвон тутаевских колоколов, которые впервые украсили праздник славянской письменности и культуры в Мурманске. А уже минуту спустя под марш оркестра на площадь первоучителей ступили колонны школьников. 30 лет назад, 1986 год, Заполярная столица стала первым российским городом, где отметили День славянской письменности и культуры. В этом году ученики мурманских школ нарядились особенно ярко. Девушки в традиционных русских сарафанах и свинками, юноши в шинелях. Русская литература смогла охватить все сферы жизни, потому и образ на празднике актуален любой. Ученики Ивана и Софья, например, сегодня в роли Гавриила Романовича Державина с супругой Дарьей Алексеевной. Для меня это замечательный праздник, который нам напоминает про нашу литературу, про наших писателей. На поклон Кириллу и Мефодию ребята пришли хорошо подготовленными. Видно, что их учителя предварительно провели качественный ликбез по истории праздника. Потому на любой каверзный вопрос школьники отвечали без запинки. Нашу письменную создали Кирилл и Мефодий. И мне кажется, все люди сейчас благодарны им, потому что мы имеем такую важную для нас часть. То есть мы можем писать. Я знаю, что они братья и Кирилла раньше звали Константином. То есть он сменил свое имя. Завершился праздник в честь Дня славянской письменности и культуры возложением цветов к памятнику первоучителям. А также, как и предполагал настоятель храма Спаса на водах, песнями и частушками. Рыба щука, да белая белуга.